Батя в деле Тоже не очень интересно Периодически только я собираю какие-то вырезки Или рассказываю какие-то темы определенные Ну и вот сегодняшний ролик у нас будет В какой-то смысле про работу По запросу подписчиков И он будет про то, что Полезно иметь несколько агрегаторов И полезно иметь несколько парков Ну и собственно обзор того, как я Поработал немного через Ситимобил И как я получил бонус 13 тысяч Так, ну в общем погнали Первое Конечно полезно иметь несколько агрегаторов Я когда-то перед пандемией Поехал, сделал себе В дом такси в Ситимобиле Прямой аккаунт самозанятого И также зарегистрировал Себе аккаунт через эксперт парк То есть у меня получалось по Ситимобилу Два аккаунта плюс еще Яндекс Поработал я тогда через Ситик Один или два дня В принципе сделал для себя выводы Понял, что такое Ситимобилу И продолжил катать Яндекс Но агрегатор видит, что Вы чуть-чуть времени с ним провели Куда-то пропали И он начинает накидывать какие-то бонусы Вот, то есть выгода в том, что У нас есть несколько агрегаторов Там Яндекс и Ситимобил В том, что периодически кто-то будет Которых мы меньше катаем Накидывать какие-то цели Цель штука прикольная Но их с умом надо выполнять Вот, допустим мне в этот раз скинули Ну примерно каждый месяц присылает эти цели И вот в этот раз скинули 69 заказов За 13 тысяч рублей Вот, кому-то из коллег скинули Что, типа, примерно такая же сумма денег Но нужно проехать 700 километров То есть максимально невыгодная цель Работа с Ситимобилом Цены, если на дальние поездки взять Они днищенские Это намного дешевле, чем у Яндекса Если где-то кажется, что у Яндекса низкие цены Покатайте Ситимобил Дальние заказы, вы поймете, что это такое В целом, когда пришла цель Я еще давал ее на 7 дней выполнения Я два дня думал делать ее или нет Но на пятый день Как бы ввязался в эту тему И катая детский тариф по Яндексу Параллельно катал Ситимобил Ну и в основном катал, конечно, я только безнал То есть наличные я уже давно не катаю Об этом я чуть позже тоже сниму ролик Плюсы и минусы всей этой истории Два дня мне достаточно было Для того, чтобы прочувствовать дальние заказы По Ситимобилу Что сейчас происходит в Москве И из-под Москвы, если ехать в Москву Никогда, практически нигде нету по нему коэффициентов И, собственно, цены очень низкие То есть намного ниже, чем даже у Яндекса Когда кажется, опять же, что у Яндекса нищенская цена Ситимобил, пожалуйста, пробьет еще ниже Суть того, что нужно было как-то выполнять цели Но более хитрым способом Я сейчас расскажу, как я это делал Я думаю, что многие водители это все знают И сами периодически делают Но, может быть, те, кто работали мало Они еще, так сказать, этого не нашли решения Собственно, что, во-первых, в Ситимобиле такая же система активности и мотивации То есть если мы пропускаем заказы, мы теряем активность В принципе, два раза в день можно пустить самолет Ну, в самолетике, я думаю, что вы понимаете, о чем я, да? То есть можно примерно утром один раз его пустить, пропустить заказ, да? И вечером точно так же пропустить какой-либо заказ без потери активности или мотивации Кто-то из ребят говорил, что можно три раза в день это сделать У меня не получилось У меня вот в середине дня списалась активность То есть мой вариант только утром один раз и вечером один раз Также, в принципе, многие в областях, в маленьких городах Как я вот в Балашихе или там возле метро Пользуются багами системы Собственно, ставят кнопку домой на определенную точку Это в большинстве метро или вокзалы И им накидывают по пути, так сказать, заказы Если они где-то находятся, ну, представим, в жилом квартале И таскают эти заказы там на станцию или к метро Часто Ситимобил дает по этой кнопке, так сказать, домой заказы И можно их таскать, это не как в Яндексе То есть когда мы привозим заказ к этой точке Там начинает выключаться этот режим В Ситимобиле такого нет То есть вы привезли заказ, не выключаясь, отъехали обратно Он дал там новый заказ, допустим Единственное, что если кто-то выйдет с линии На четыре часа потеряет доступ к этой кнопке домой Можно, конечно, обхитрить систему Включить какой-нибудь тариф там из серии доставка И отключить от двери до двери И такой заказ, скорее всего, по Ситимобилу вы не получите Ну, просто вы не уйдете с линии То есть у вас будет хотя бы один активный тариф Тариф какой-либо Для того, чтобы кнопка не сгорела Займете своими делами Там позавтракте, пообедайте И обратно включите эконом Начнете дальше катать Так вот в целом сказать, что 69 заказов В основном я сделал примерно за три дня То есть три дня я делал где-то по 20 заказов И первые два дня, когда я возил Яндекс Я сделал по пару заказов еще от Ситимобила Параллельно Яндексу Так в целом, если это короткие заказы То есть вот в той же Балашихе Минималка там по городу, допустим, 200 рублей Люди часто едут по 50, по 70 рублей По безналу Но доплачивают это до 200 И к этой заплате сверху Помимо этих 69 заказов Еще приходит потом 13 тысяч Что меня выбешивает, конечно, дико То есть я не понимаю ни Яндекс, ни Ситимобил В плане того, что вы обещаете 13 тысяч Вот мне приходит, вот у нас в следующий день после выполнения цели 13 И от них вычитывается 2 800, допустим, это комиссия сервиса Но зачем просто людям обещать 13, если в итоге ему приходит 10 500? Пообещайте 10, тогда уж, да? И не забирайте комиссию с них То есть это выглядит странно и глупо То есть вы сами заплатили денег И сами же такие части из нее А это наша комиссия Может быть, как-то я с ходом времени Это пойму, сейчас я этого не понимаю Ну и кажется, это мне странным В целом, в общем, подытожим Очень хорошо иметь несколько агрегаторов Потому что периодически какой-то агрегатор будет видеть Что вы долго не работаете Попытается вас с мотивацией какую-то вернуть Но, скорее всего, это накидывает цель Знакомым ребятам и по Яндексу приходили цели Когда они на месяц улетали куда-то отдыхать Им прислали цели от Яндекса Что выходить на линию Типа, вот вам будет столько-то заказов Мне лично по Яндексу ни разу ничего не приходило Я даже звонил, писал в поддержку Типа, ребят, киньте что-нибудь уже Вот, но ничего не было Второй момент, что удобно еще иметь Несколько парков По тому же Ситимобилу Может в разные парки Периодически накидывать разные бонусы Такой тоже бывает Какой-то баг от Ситимобила Вот, и, собственно Можно тоже периодически Вот так вот это катать И какую-то свою копейку дополнительно делать Также точно по Яндексу, да То есть если у нас два Есть аккаунта разных парков И утром мы из области Пытаемся уехать в Москву У нас стоит кнопка В Москву, да Типа, домой И мы без комиссии дополнительно Уезжаем в Москву И также точно по другому аккаунту Мы обратно возвращаемся домой По кнопке домой, да Такие лайфхаки небольшие Может быть, ну, многие о них знают Может быть, кто-то не знает То есть в целом Неплохо иметь несколько агрегаторов Неплохо иметь несколько парков Чуть позже будет ролик Еще мой обзор на парки Выгода там месяц, полгода, год То есть через какие парки работаю я И через какие парки Сколько я экономлю, получается Там на комиссиях парка И, собственно, ну, на выгоде между ними Для понимания, для общего В целом, в общем, цель я этого сделал Получил лишние бабушки Месяц еще, наверное, или два Я катать Ситимобил не буду Ситимобил в целом Как сервис очень конченый Там ужасная навигация Которая привязана к Тугису Если даже вот я знаю город Я вижу, что эта навигация Показывает мне, как проехать Точнее, не на машине А как пройти пешком То есть там, где проехать нельзя Ситимобил показывает, что проехать можно По Москве я простроил маршруты Через Яндекс Именно через Яндекс.Про То есть я просто вбивал адрес И ехал, как бы, с учетом выделенных полос Но в целом, как сервис, конечно, Ситимобил люто баговый Люто неудобный И, возможно, для них было бы реальным ростом Что-то уже сделать со своим ужасным приложением То есть если сравнить Я, конечно, не амбассадор Яндекса И не хочу его хвалить Но разница этих приложений Яндекса и Ситимобил колоссальная Можно сказать, что приложение Яндекс.Про Яндекса, через которое мы катаем такси Намного удобнее В разы лучше, чем Ситимобил Ситимобил это как будто бы Яндекс 5 лет назад В общем, ребят, все Пожалуйста, небольшая вставка про работу Спасибо всем за просмотр Всем удачи Пока-пока Если будут какие-то вопросы Пишите в комментариях Обсудим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok